Все больше жителей округа становятся участниками клуба «Активное долголетие». Здесь каждый находит друзей по интересам, единомышленников и новые увлечения. «Активное долголетие» объединяет женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Тему продолжит Богдан Колесников. В Люберцах первый клуб «Активное долголетие» открыли весной 2020 года. Каждый здесь найдет занятие по душе. Вязание, танцы, компьютерная грамотность, живопись, настольный теннис, скандинавская ходьба и многое другое. Более 100 участников клуба выполнили нормативы ГТО и получили серебряные и золотые значки. Сейчас клуб посещают более 9 тысяч жителей округа. Занимаемся гимнастикой, суставной гимнастикой, шашки, шахматы, бильярд, теннис. Когда мало двигаешься, суставы совсем плохо работают. Немножко подвигаешься и уже как-то все лучше. Жду, наверное, какие-то положительные эмоции. Настроение улучшится у меня. Я жду концерта. Сегодня представителей старшего поколения пригласили на встречу с творческим коллективом. На сцене ансамбль русской песни «Китиш». Такие вечера проходят при поддержке учреждений культуры и спорта городского округа. Владимир Сурков организует эти встречи, чтобы вовлечь еще больше людей серебряного возраста в оздоровительные, социальные и творческие проекты. Этим людям в этом возрасте уделяется очень мало внимания. Я как депутат, как руководитель спорта комитета принял решение проводить концерты на безвозмездной основе, собирать на территории наших школ шаговые доступности наших жителей, для того, чтобы они приходили и хотя бы имели возможность, не выезжая из нашего района, получать такое прекрасное удовольствие, как послушать музыку, потанцевать. Музыкальные вечера для жителей серебряного возраста проводят в округе регулярно. Следующая встреча состоится 17 октября в 18 часов в 44-й гимназии. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.